Фибрилляция предсердия Фибрилляция предсердия Фибрилляция предсердия Фибрилляция предсердия Фибрилляция предсердия 50% пациентов с фибрилляцией предсердия умирает. Скажете, много и мало? Посмотрите внизу. Это меланома, 21-я позиция, 23-я – это рак молочной железы. Пятилетняя выживаемость почти 90%. Скажете, от фибрилляции предсердия такая смертность не может быть. Дело в том, что это, как правило, сочетанные пациенты, и вот такая статистика мировая. Так что это проблема важная и актуальная. Тема для обсуждения сегодня – это интервенционная хирургическая аритмология. Что это такое? Сегодня большая дискуссия у нас с обществом кардиологов российским и обществом аритмологов, которые тоже существуют у нас. Кто же должен быть специалистом, интервенционным аритмологом или хирургическим аритмологом, кардиолог или кардиохирургом? Постараюсь вам объяснить мою позицию, поэтому покажу вам несколько слайдов. Это слайд, который характеризует развитие интервенционной хирургической аритмологии. Дело в том, что аритмология в своем радикальном варианте зарождалась еще в 70-е годы прошлого века. Вот в 68-й год, когда устранили первый пучок силы. Эту операцию выполнен в Дюкском центре. Затем, что касается фибрилляции предсердия, в 83-м году, я помню, мы убрали трепетание предсердия. Я не знаю, в это время Фархан Гусенич работал или нет, но первая облация была тогда и была опубликована. А в 87-м году Джеймс Какс предложил свою операцию «Лабиринт», которая сегодня является основным хирургическим пособием. Мы сегодня в Институте Вишневском всем пациентам, которым проводим шунтирование, клапаны протезируем и другие операции на открытом сердце, у которых есть фибрилляция предсердия, а минимум 40% она есть всегда, мы одномоментно устраняем все патологии. То есть 100% коррекция этой аритмии на операционном столе. Ну и вот эта работа Мишеля Сагера, французского известного электрофизиолога, который в 98-м году опубликовал свою работу и показал, что легочные вены являются триггерным механизмом запуска фибрилляции предсердия. Ну и сегодня, в 20-е годы, я покажу, что мы делаем сегодня. Здесь движение довольно активное. Какое количество процедур выполняется в России и в других странах? Это радиочастотная аблация, вот 280 на миллион в Европе, 425 в США на миллион, в России 206. Ну не так мало, неплохая цифра. Приблизительно 30 тысяч с лишним отделом катетерных аблаций, из них 10 тысяч у больных с фибрилляцией предсердия. Много это или мало? Ну это 2-3% от должного числа. Вот первые катетеры, которым начали ставить сердце, изучать электрофизиологию в 80-е годы в Бакулевском центре. Это обязательная запись гисограмма, чтобы было понятно, это вот эта линия, это вот эта цифрованная линия, предсердный спайк, спайк пучка гиса у пациента, которым было проведено в 82-м году первая речистотная, не речистотная, а фулгурационная аблация пучка гиса и был имплантирован кардиостимулятор. Первое успешное оккупирование трепетания предсердия у больного посттедраду ФАЛО было выполнено в 83-м году, также методом фулгурации в области, в данном случае, нижнего пола вены и устья коронарного синуса. Каким образом мы сегодня занимаемся профилактикой и лечением симптомной фибрилляции предсердия и аритмии, которая имеет факторы риска, такие как возможность тромбоэмболии и так далее и тому подобное. Это лекарства, это катетерные процедуры, стимуляторы, это имплантация окклюзирующих устройств, в данном случае Watchman, видите, вот внизу здесь представлен, ну и теракоскопические, хирургические методы. Я сегодня считаю, что аритмолог должен владеть всеми этими технологиями, все это выполнять лично. Да, понадобится, конечно, 10 лет минимум для того, чтобы все это освоить, но так должно быть, по моему мнению. Для того, чтобы излечить пациента с фибрилляцией предсердия, нужно не только назначить препараты, допустим, первые циклассы или другие препараты, но и делать катетерные аблации. Это не все. Надо коррегировать те факторы риска, которые приводят к этой аритмии, а именно гипертонию, именно снижение веса, контроль сахара, прекращение курения, контроль уровня холестерина. Все эти факторы, если вы контролируете, вы снижаете или увеличите эффективность, точнее, радиочастотного воздействия на 30-40%. То есть не само воздействие, а именно коррекция сопутствующих факторов риска. Кроме того, многие говорят, а зачем там коррегировать ритм, зачем нам синусовый ритм? Синусовый ритм нам дан Богом, и поэтому, вот посмотрите, это исследование SFNET 4, которое недавно вышло и было опубликовано в New England Journal of Medicine. Оно четко показало, что если у человека восстанавливать синусовый ритм медикаментозно или катетерным способом, то смертность снижается на 28%, 35% меньше инсультов, меньше госпитализации, схронизации, средства недостаточности. То есть синусовый ритм – важный вопрос, как мы этого достигаем. Следующий важный вопрос – это подавляющее большинство пациентов, которые сегодня принимают новые оральные антикоагулянты. Это миллиардный бизнес, который позволяет, конечно, значительно уменьшить количество ишемических инсультов. Но интервенционные кардиологи не стоят на месте. Вот исследование Прак-17, так называемое, где было включено почти 400 пациентов, которым ставили оклюдер, в данном случае Вочмана, то есть закрывали ушко, и дальше они жили без антикоагулянтов, и вторая группа была, которые жили на антикоагулянтах. И через, видите, 4 года разницы никакой в количестве инсультов. Таким образом, окклюзирующие устройства, которые позволяют, можно поставить, и затем почти всю жизнь без антикоагулянтов, оказались не хуже новых оральных антикоагулянтов. Это одно из исследований, конечно, не самое мощное, но если это будет так, то многие будут предпочитать устанавливать эти окклюзирующие устройства. ЛАОС-исследование последнее, которое хирурги провели, 4800 пациентов. Это те пациенты, которым делаются открытые операции по поводу пороков в сердце или аритмии, видите, 30%. Посмотрите, что получилось на выходе. Если вы удаляете ушко или вызываете его окклюзию снаружи эпикардиально, то вы на 33% снижаете риск развития ишемического эстинтой эмболии, по сравнению с тем, если вы оставляете ушко. Единственной слабой стороной этого исследования, которое было опубликовано в этом году, было то, что 80% пациентов, и там, где удаляли ушко, и там, где не удаляли, принимали оральные антикоагулянты. Поэтому для того, чтобы сделать мощным это исследование, необходимо этот фактор убрать, и в новой рандомизации это, видимо, появится. В 2020 году вышли рекомендации Европейского общества кардиолога, общества кардиохирургов, которые нам рекомендуют следующий подход к лечению фибрилляции предсердия, симптомной фибрилляции предсердия, которая беспокоит этого пациента. Это изоляция легочных вен катетерным способом, причем это главное, основное условие. Видите, класс номер один, внизу это представлено. Сейчас постараюсь вам показать. Немножко лазерная указка непростая, даже для хирурга. А так, в принципе, первый этап изоляции легочных вен обязательно при всех формах аритмиссии. Они персистентные, пароксизмальные, длительно персистирующие и так далее. Ну, я в некотором не согласен со всеми этими позициями, но ничего не сделаешь. Это рекомендации. Наши рекомендации, в принципе, новые, которые вышли в прошлом году, в принципе, повторяют эту ситуацию. Что сегодня рекомендуют инсервенционные аритмологи? Мы рекомендуем аблацию как первую линию терапии. В частности, криооблация легочных вен. Среди того, что вот эти три новых исследования, которые опубликованы в этом году, это Early AF, Stop AF First и Cry First. Крио-деструкция против антиаритмиков. Работает намного лучше. Показано, что польза этой технологии на 40% лучше, чем антиаритмическая терапия. Чем раньше вы сделаете аблацию, мы говорим, пациенту с симптомной аритмией, тем лучше результат, тем чаще удерживается синусовый ритм. Этот слайд, например, в частности, повторяет мою концепцию, что если вы делаете аблацию при пароксизмальной форме в ранние сроки, то эффективность через 12 месяцев, вы исследуете 100 ПФ, 80%. Персистирующая форма, красная линия, то есть, как бы уже длительно более существующая аритмия, здесь эффективность сразу падает на 30%. То есть, раньше лучше. Три крупных рандомизированных исследования это подтверждают. Этот график показывает следующую ситуацию. Это эффективность катетерной аблации персистирующих форм, аритмии. Если вы делаете эту аритмию пациента с анамнезом год, то эффективность больше 60% через 2 года. Это верхняя красная линия. А синяя линия это когда в аритмии у человека больше 5 лет и, соответственно, эффективность резко падает. Таким образом, раньше вмешиваться лучше при любых формах, если показана катетерная или хирургическая процедура. Насколько же эффективны наши процедуры? В 1999 году, когда мы начинали делать операции в России, то считали, что 100% у нас все получается, мы изолируем вены, проблем нет. К сожалению, когда посмотрели через 10 лет, то эффективность при пароксизмальной форме одного воздействия составила всего 60%. То есть у 40% были возвраты. А если говорить о персистирующих формах или длительно персистирующих формах, здесь вообще аховая ситуация возникла. Через 6-8 лет, по данным КУКам, в данном случае это известная работа, эффективность катетерной процедуры стандартной изоляции вены составила всего около 20%. Что было, в принципе, конечно, неприемлемо и неприемлемо для нас всех. Пошли крупные рандомизированные исследования, в том числе исследования Кабана, в котором мы принимали активное участие. К сожалению, это исследование не выявило разницы между антиаритмиками и катетерной аблацией, хотя после катетерных процедур ритм синусовый все-таки на 40% чаще был у пациентов, чем при антиаритмической терапии. Хотя первичная точка выживаемости и другие факторы риска не отличались. Следующее крупное исследование, которое показало эффективность уже аблации против других методов лечения, в данном случае антиаритмиков и не только, это аблация изоляции легочных вен у пациентов сниженной фракцией выброса, так называемое исследование КАСТЛ и ЭФ. Вы видите верхний график, это эффективность выживаемости после катетерной аблации, здесь при обычной терапии почти 40% разница, статистически очень значима. Таким образом у пациентов с речной недостаточностью, если вы владеете технологией очень хорошо, это значит, что вы сделали тысячу процедур, вы можете эту технологию использовать и получить эффект. Как же нам улучшить наши аблационные подходы? Это навигационная техника, это убрать рентген, использовать навигационные, магнитные, импедансные разные технологии. Не буду перечислять все компании, в России работает такая мощная компания, которая производит отечественную технику, я считаю, что она не наступает западным аналогам Астрокарт. Вот это могу немножко прорекламировать. Вот такая система РИТМИ, новые многоканальные электроды, мы так называемые проводим высокоплотное картирование. Эта система КАРТУ тоже позволяет трехмерно оценить все структуры предсердия желудочков и, соответственно, точнее проводить наши аблационные процедуры. Сегодня мы делаем МРТ и КТ этим пациентам, видим все в 3D, 4D даже изображение. Можно сделать сердечное эхо сегодня, получить 4D изображение легочных вен и таким образом выполнять все как в виртуальном, замечательном театре. У нас сегодня есть роботы, это роботы Ханссон, стереотакси, да Винчи, которые тоже позволяют эффективно работать. К сожалению, наличие роботов не позволяет нам особенно улучшить наши результаты, хотя ряд клиник активно этим занимаются. В нашей стране это клиника Мишалкина, где сделано около 500 операций. Какова же основная проблема наших катетерных процедур? Это то, что мы все-таки, изолировав вены на интероперационном этапе, все-таки не добиваемся хронических эффектов. То есть, остаются так называемые зоны проведения, как вот здесь, видите, на экспериментальном препарате, ГЭП так называемый. Это приводит к тому, что пациент рецидивируется этой аритмией. Что же делать? Насиль Маруш и его команда в исследовании ДЕКАФ и ДЕКАФ-2 было завершено в этом году. Предложили делать MRI с гадолинием, то есть выявлять в предсердиях зоны фиброза, их процент. Если это 10%, то эффективность очень хорошая, почти 80% эффективность. Если фиброз выраженный, больше 30%, вот такого пациента эффекта не будет. Следующая команда, это Вальдарабана и Пьер Джаис, использовали алкогольное введение алкоголя, так называемую вену маршала. Вот довольно сложная технология, все детали не буду обговаривать. Но такие вот линейные аблации, плюс это введение в вену маршала, этого алкогольного, так называемого компонента, позволило на 11-12% уменьшить количество эпизодов возврата. Это было большое достижение, надеясь, что это будет продолжено. Но самые крупные исследования, рандомизированные по лечению персистентных форм фибрилляции, это исследование Комбердж, которое было закончено в прошлом году. Сравнивали эпикардиальную аблацию, вот здесь, с первого рисунка катетерной аблации. Оказалось следующее, что если мы подходим с такой подход, когда мы делаем эпикардиальную аблацию через высокосоидальный подход, и затем добавляем катетерную процедуру, то эффективность на почти 20-18% лучше, чем только если мы используем катетерную технологию. Это первое исследование гибридное, которое показало преимущество таракоскопической, скажем так, и катетерной технологии против только катетерных воздействий. И это мы используем для лечения длительно персистирующих форм сегодня. Какие еще технологии приходят к нам? Это так называемые ультратонкие катетеры для криоаблации, для жидкого азота. Деталей вдаваться не буду, полистаю для того, чтобы у вас было просто представление. Это вот так называемая дуга для введения азота, электрофизиологический компонент, исчезновение потенциалов при запуске этой системы. Или так называемое импульсное поле, PFA, когда дается высокочастотный, высокоэнергетический импульс, и моментально можно изолировать легочную вену сегодня. Многообещающая современнейшая технология, не знаю, как она будет работать, но вены изолировать блестяще, без побочных эффектов, по крайней мере, в тех публикациях, которые мы читаем. Баллоны разные бывают, крио, сегодня Фархад Гусенич об этом будет говорить, наверное, лазерные и так далее, и тому подобное, тоже хорошо работают. К сожалению, эффективность даже вот этих современных технологий не превышает 75%, пока, пока. Поэтому есть что сказать, я, извините, это пропущу, потому что мое время убегает, но вот этот слайд я все-таки вам хочу показать. Это хирургический вариант, о котором многие забывают, но в Америке около 40-50% пациентов с фибрилляцией предсердий, пороками и шемической болезнью сердца оперируются одномоментно. Поэтому кардиохирурги знают эту технологию операции лабиринт. Сегодня она упрощена, делается без больших разрезов с помощью крио или рочастотной облацы. Доступ небольшой, маленький, в пятом межреберье, всего 5 сантиметров, подключается перфузия. И с помощью крио-деструктора, вот с такого малюсенького доступа, в больных, у которых не удается убрать аритмию, или имеется порог, допустим, нейтрального клапана, делается такая операция, и посмотрите, через 5 лет более 80% пациентов имеют синусовый ритм, учитывая, что длительно персистирующая форма была аритмией, которую никаким катетером, никакой таракоскопией вы не уберете. В институте мы разработали свою технологию для открытых операций, сочетанных. Мы используем биполярную облацию, так называемую операцию лабиринт-5, видите, почти 300 операций. Детали не буду рассказывать, она напоминает операцию лабиринт-3, которую предложил КАКС. И главное, что эффективность этой операции очень высока, мы убираем все мушко по разным технологиям, либо это степлер, либо это перевязка и изоляция. Но посмотрите, что получается у пациентов с длительно персистирующей фибрилляцией. Синий верхний график – это лабиринт-5 через 2,5 года, вот он наверху. Это результаты катетерных процедур, они опять никакие в наших руках тоже. А это таракоскопия. То есть, конечно, лабиринт дает лучшие результаты, потому что все это лучше обосновано. Как выглядит сегодня таракоскопия? Таракоскопия, когда порты вводятся, не делаются никаких разрезов больших. И с помощью этих портов можно, извините, я это пролистаю, вот так это выглядит сегодня нашей операционной, когда мы ставим 3 порта слева, 4 справа, для того, чтобы выполнить операцию у пациента, у которых катетерная процедура 3-4 процедуры не дали никакого эффекта. Сегодня эта команда состоит, ну, операционно обычный человек, 5, как всегда, 6. Смысл наших процедур такой, что кроме изоляции вен, которые не удается изолировать катетером, мы делаем изоляцию вены, изолируем заднюю стенку предсердия, потому что основная ритми, как правило, связана с левым предсердием. И таким образом, при необходимости, вмешиваемся и на правых отделах сердца. Вот я сейчас, если вернусь назад, нет, назад он, а вот так. Сейчас я вам хочу показать, как это немножко выглядит в жизни. Занимает эта операция где-то полтора часа. Вот, не знаю, она пойдет вперед, не пойдет. Ну, не активируется, извините, наверное. Вот. Ну, и хочу сказать, что результаты, в принципе, неплохие, когда мы сочетаем теракоскопическую процедуру и затем катетерную процедуру, например, у 13% больных, у которых могут возникать даже после теракоскопической операции повторные рецидивы аритмии. И тогда это вместе в совокупности 80-85% успеха. Что мы делаем повторно этим пациентам? Электрофизиологи, в данном случае тот, кто знает теракоскопию, хирурги и электрофизиологию, может сам это сделать. Добавляем точные катетерные аблации, которые позволяют остановить атипичные аритмии, которые рецидивируют. Ну, и последнее несколько слайдов хочу показать. Концептуально, что же делать в тех случаях, когда катетерная технология не сработала. И вообще, я считаю, что не всем нужно делать катетерную процедуру, даже первым этапом. Больным, с длительно персистирующими фибрилляциями, рекомендуем первым теракоскопический этап, когда большое предсердие больше 5 см, объем больше 180-200 мл, длительная анамнез. Мы рекомендуем теракоскопически изолировать заднюю стенку левого предсердия, как представлено, удалить ушко. Затем, через 3 месяца, выполнить так называемый катетерный этап операции, для того, чтобы убрать все варианты трепетания. И таким образом получается мини-инвазивная процедура лабиринт. То, что мы делаем на открытом сердце, сейчас это можно сделать с помощью теракоскопических и катетерных технологий. Вот китайская последняя работа, которая нашла, подтверждающая эту концепцию, с эффективностью больше 75% у пациентов с большими предсердиями сердечной недостаточности. Так что все, в принципе, возможно. Сценарий будущего. Следующие, уважаемые коллеги. Во-первых, у каждого пациента ритмия, даже фибрилляция индивидуальна. Поэтому знать механизм конкретно каждого пациента желательно. Сегодня оптическое картирование, правда, это в эксперименте, который проводится на эксплуатированных сердцах, позволяет выявлять эти драйверы или зоны реэнтрии. Я думаю, что именно облация этих зон позволит получить лучшие результаты. Кроме того, конечно, трехмерная реконструкция анатомических структур сердца, изучение механизмов в аритмии, так называемый искусственный интеллект и построение плана операции, как вот делает команда Трояновой. Что она делает? Она, во-первых, изучает анатомию с помощью КТ или МРАИ, находит фиброз с помощью МРАИ с гадолиниумом, затем вводит концепцию распространения возбуждения в таком измененном сердце и дает специалисту область воздействия или область интереса для аблации. Это интересная концепция, которой будет жить. Ну, как хирург, я мечтаю немножко о другом. Лет 10 назад мы предложили концепцию поверхностного квартиры многоканального, называется эта система МИКАРТ. Кто интересуется, этим пользуется, и мы с помощью этой так называемой технологии с поверхности тела регистрируем 225 отведений КГ, пытались изучить механизмы, аритмии, в которой происходит сердце. Разрешающая способность этой системы до 5-6 мм. В частности, мы видели роторные механизмы при этой аритмии, в данном случае это левое предсердие, вот в этой зоне, наверное, не запустится этот фильм, но здесь крутится роторная часть, иногда воздействие на эти роторы, драйверы, удавалось эту аритмию устранить. К сожалению, это было в 10-15% случаев, потому что точность поверхностного квартирования не такая высокая, чтобы изучить все механизмы, связанные с этой аритмией. Поэтому все-таки технология требует усовершенствования. Ну и последнее, куда мы смотрим сегодня, это неинвазивная аблация, в частности, и желудочковой аритмии, и фибрилляция предсердия. Это электронные ускорители, линейные, в данном случае это True Beam, и CyberKnife, который используется сегодня в онкологии, мы решили развернуть это на лечение аритмии, в частности, провели пока экспериментальные свои работы по влиянию фотонов, мы надеемся, протонов на миокард желудочков, в данном случае свинок, и на область легочных вен, и муфт этих легочных вен. Хочу сказать следующее, что у нас получилось, вот это наши экспериментальные работы вместе с институтом нейрохирургии. Мы готовим пациентов к аблации с желудочковыми аритмиями, специально это группа больных, у которых никакие методы не работают другие. Вот на этих свинках мы показали, что можно спокойно делать полную поперечную блокаду, это у них имплантированы были специальные устройства, это которое называется ревилы, это было доказано, было показано, что можно трансмурально повреждать миокард, и не повреждать коронарные артерии, вот эта левая коронарная артерия, к сожалению зона повреждения, она не гомогенная, тут есть участки островки живой ткани, есть фиброз, есть воспаление, и конечно посмотрели легочные вены, пока наше наведение не стопроцентное, не все муфты мы можем повредить изолированно, не повреждая рядом расположенные структуры, но за это есть большой шанс, я в это верю. Итак, какие же выводы из всего моего длинного опуса, пациент с разными формами фибрилляции предсердия имеет индивидуальный механизм формирования ФП, об этом надо знать, это не просто посмотреть ЭКГ, поставить диагноз фибрилляции предсердия, отправить его на катетерную аблацию, потому что она его беспокоит, вопрос так сегодня не стоит, надо изучить индивидуальный механизм, анатомический, функциональный, физиологичный. Если говорить о катетерной аблации, длительно персистирующей аритмии, то она приводит только к повторной катетерной аблации, поэтому бесполезно неоднократно это делать. Ну и на сегодняшний день только мини-новазивная хирургия дает удовлетворительный, я бы сказал, 80% эффективности в сроке до 50 лет, никакая другая технология этого не позволяет, поэтому рекомендую обратить на это внимание. И, конечно, сегодня существует реальная потребность разработки гибридной процедуры, которую я схему показывал, для того, чтобы это было тиражировано во многие клиники нашей страны. Вот так выглядит сегодня гибридная команда из электрофизиологов, из анестезиологов, перфузиологов и так далее, которые лечат сложные аритмии, всегда рядом кардиолог, который доставит необходимые препараты, без них как не получается, но все-таки идеологически я настрою немножко по-другому. Считаю, что аритмолог будущего должен владеть электрофизиологией, в том числе интервенционной, должен знать и теракоскопические процедуры, понимать, что это такое, помогать хирургу в открытой операционной, делать необходимые вещи. Ну, радиология или какая-то другая из этих технологий позволит нам жить лучше. И истина это то, что выдержит испытания опытом. Надеюсь, мы на правильном пути. И спасибо вам большое за ваше внимание. Извините, что так быстро, тезисно, но думаю, что... АПЛОДИСМЕНТЫ Хочу выразить огромную благодарность организаторам Елене Юрьевне, Архаду Гусейновичу за приглашение. Это большая честь для меня стоять за этой трибуной, рядом с легендами аритмологии. И моей задачей является осветить достижение именно криобаллонной изоляции в интервенционном лечении фибрилляции предсердий. Уже много было сказано Амирану Шатайовичу, и я, к сожалению, вынужден буду повторяться. Об эпидемиологии фибрилляции предсердий, наверное, говорить излишне. Это огромное количество пациентов. Это одна из лидирующих патологий, которые приводят к хронической сердечной недостаточности. А как известно, хроническая сердечная недостаточность является сейчас самым, наверное, обсуждаемой проблемой в кардиологии. Если мы посмотрим на программу съездов и российского съезда кардиологов и московского, наверное, больше половины всех симпозиум, именно посвящено хронической сердечной недостаточности, а фибрилляции предсердий, конечно же, является ведущей и причиной ее развития, и одним из факторов, который очень сильно ухудшает прогноз пациентов с хронической сердечной недостаточностью. Таким образом, о клинической значимости говорить излишне, о методе лечения, которые мы сейчас имеем, о которых очень подробно рассказал Амиран Шатайович, то мы взглянем, если на те инструменты, которые мы имеем, то лишь антикоагулянтная терапия хоть как-то влияет на кровообнос. Антиаритмики, к сожалению, у половины пациентов в течение первого года наблюдений являются совершенно неэффективными. На втором году их использования уже почти все пациенты ускользают из-под эффекта антиаритмической терапии. И, в общем-то, мы имеем то, что мы сейчас имеем, это катетерная аблация, которая выходит на первые позиции. И, несмотря на то, что эффективность этих методов лечения, конечно, оставляет желать лучшего, но, простите за тавтологию, лучшего мы пока еще ничего не придумали. Ну, вот исследование из ТАФНЭТ, о котором говорил Амиран Шатайович, оно говорит нам, немногим более 10 лет понадобилось, чтобы результаты исследования АФЕРМ, можно сказать, поставить с ног на голову. И здесь мы уже видим, что хотим мы этого или нет, мы должны бороться за синусовый ритм. И в этом исследовании с учетом кроссовера почти 20% пациентов переносили катетерную аблацию для удержания синусового ритма. И на данный момент это первый класс показаний и пароксизмальная, и персистирующая форма. В том числе идет разговор о том, чтобы катетерная аблация была терапией первой линии именно у пациентов с пароксизмальной формой в фибрилляции предсердий. Появление криобаллонных технологий, оно, конечно же, после того, как мы получили баллон второй генерации, оно, конечно же, вызвало такой взрывной рост количества катетерных аблаций. В том числе и в России сразу же буквально за пару лет на 30% выросло количество подобных процедур в Российской Федерации с 7, по-моему, до 10 тысяч, если я не ошибаюсь. И эта технология сразу же по первым сериям исследований показала такую эффективность, 80%, и все, в общем-то, начали повально ей увлекаться, и это время еще до сих пор не прошло. Исследование Fire and Dice продемонстрировало, что эта технология как минимум не хуже, чем катетерная аблация, которая была 20 лет назад предложена. Кривая обучения для того, чтобы выполнять эту операцию, она в разы, конечно же, ниже, чем у своего собрата радиочастотного в этой технологии. Тут это очевидно. Время операции оно значимо меньше. К сожалению, в некоторых исследованиях демонстрируется то, что время флюороскопии превышает, и, конечно же, это менее операторзависимая методика именно в той ситуации, когда мы вынуждены изолировать легочные вены как стандарт лечения фибрилляции предсердий. Вот первое исследование, которое прошло, посвященное именно терапии первой линии у пациентов с фибрилляцией предсердий именно с использованием криотехнологии. Это криофез. Чуть немногим более 200 пациентов было рандомизировано в это исследование. Ну, конечно же, катетерная криоаблация продемонстрировала лучшую эффективность по сравнению с антиаритмической терапией, что, в общем-то, логично и очевидно. Но, на мой взгляд, основным достижением этого исследования было не то, чтобы продемонстрировать эффективность. Вот, на мой взгляд, вот это центральный слайд этой презентации. Здесь показано, что криоаблация легочных вен она так же безопасна, как и антиаритмическая терапия. О чем это говорит? Если это более эффективная технология по удержанию синусового ритма, наверное, имеет смысл говорить о том, чтобы предлагать в первую очередь пациентам именно катетерные лечения. И мы знаем, что пароксизмальные пациенты, и чем раньше мы начинаем это лечение, они тем дольше удерживают синусовый ритм. И если мы вспомним о препарате всем нам известном, такой как аммиодорон, который, к сожалению, в настоящее время является наиболее эффективным препаратом для удержания синусового ритма, то если мы вспомним о побочных эффектах этого препарата, то, наверное, логично подумать о том, что это лекарственное средство не является лучшим выбором для хронической терапии, так как очень многие больные уходят в осложнения, связанные с щитовидной железой, и так далее, приходят уже к интервенционным кардиологам, к хирургам, когда уже все исчерпано, наверное, стоит задуматься. Исследование ЭЛИФ, о котором говорил Амиран Шатаевич, в этом исследовании, это панканадское исследование, где 300 пациентов было проанализировано, всем пациентам имплантировался петлевой регистратор кардиограммы, и здесь фактическую эффективность, которую мы видим у пациентов, удержание синусового ритма, почти 60% в группе криоаблаций, и в два раза меньше в группе пациентов, которые получали антиаритмическую медикаментозную терапию, здесь немаловажно посмотреть, что клиническая эффективность была достигнута почти в 90%, то есть часть пациентов либо имели асимптомные уже пароксизмы, либо имели гораздо более редкие пароксизмы, и в общем-то это зафиксировано, а антиаритмическая терапия тоже дает очень хорошую клиническую эффективность, но фактическая ее эффективность более чем в два раза ниже, то есть мы все-таки имеем и асимптомные и пароксизмы, которые никуда не деваются у больных в группе антиаритмической терапии. Исследование стопаэф, о котором также уже говорилось, оно также демонстрирует более высокую эффективность катетеринных технологий, в том числе у пациентов с персистирующей фибрилляцией предсердий, но именно персистирующая фибрилляция выполняется катетерная аблация. Не могу не сказать о флюороскопии, это, к сожалению, техника применяется в электрофизиологической лаборатории, если мы посмотрим на некоторые исследования, которые анализируют эту проблему, то мы видим, что средняя лучевая нагрузка при выполнении катетерной процедуры варьирует от 6 до 60 миллизиверт, в среднем составляет где-то около 16 миллизиверт, и это на самом деле в опытных руках, то есть во многих операциях, в которых я принимал участие и видел, как выполняются средняя доза лучевой нагрузки, она на самом деле оказывается гораздо больше, а много это или мало, давайте посмотрим на вот этот слайд, 30 миллизиверт это та доза, которую получили люди, эвакуированные из зоны Чернобыльской катастрофы, ну, наверное, это уже о многом говорит, и технические инновации, такие как внутрисердечная эхокардиография, она позволяет выполнять, в общем-то, практически 90% всех электрофизиологических операций, в том числе и криоаблацию, либо вообще без использования флюороскопии, либо с минимальным ее использованием. Вот на этом слайде показаны картинки, которые мы можем видеть на флюороскопии, прошу прощения, на внутрисердечной эхокардиографии, что, на мой взгляд, манипуляции в левом предсердии позволяет во многом избежать флюороскопии, либо ее максимально минимизировать. И если посмотреть на наши результаты, то, к сожалению, обычная банальная изоляция легочных вен у больных с персистирующей формой фибрилляции предсердий работает, ну, достаточно скромные результаты, демонстрирует от 30 до 50% в зависимости от формы персистенции. То есть мы знаем, что персистирующая фибрилляция, персистирующая, к сожалению, рознь. И появились вот такие публикации Араяна, которые показали, что с помощью криобаллона можно изолировать достаточно эффективно заднюю стенку левого предсердия. И подобная операция, она демонстрирует уже хорошие результаты, которые приближаются к 50%, в некоторых случаях позволяют даже превысить эту эффективность в течение года у больных с персистирующей длительностью персистирующей формы фибрилляции предсердий. Эту операцию в Российскую Федерацию принес Фархад Гусейн-Черзаев и сейчас уже реализуется клиническая апробация одобренными здравым по применению этого метода. Вот так вот баллон позиционируется вот несколько этапов на задней стенке, выполняется вот таким образом перекрестные воздействия, затем при картировании в большинстве случаев мы видим либо полную изоляцию задней стенки левого предсердия, либо в некоторых случаях, если мы выполняем это картирование, то мы все вот эти дефекты, которые недомороженные участки задней стенки левого предсердия, либо легочных вен, можно дополнить катетерные аблации и таким образом выполнить весь тот же объем воздействий, которые выполняются при торокоскопической аблации, которые, как известно, демонстрируют лучшие результаты лечения именно персистирующей фибрилляции предсердия, либо пациентам, которым катетерная аблация не помогла. И вблизи к завершению своей презентации хочу показать вам вот эту интересную публикацию. Та же группа авторов под руководством Луиджи Дебиаза, они показали, что с помощью криобаллона можно лечить и атипичные трепетания предсердия, вот здесь показано позиционирование баллона на задний метральный перешейк, прерывание этой тахикардии, и вот также этот клинический случай, который любезно поделились наши коллеги из Нижнего Новгорода, после посещения курса Фархад Гусейн Черзаева по криобаллонной аблации, вот с помощью такой техники баллон устанавливается на место предполагаемое ответственное за атипичные трепетания периметральные, в данном случае картирование не проводилось, но тем не менее тахикардия была купирована. И два слова о криотехнологии, которые уже применяются для открытой операции, это также позволяет популяризировать операцию лабиринт, о которой говорил академик Рейшвили. И эта операция к сожалению или к счастью пока не могу сказать демонстрирует наиболее эффективные результаты по удержанию синусового ритма у пациентов. И существуют уже работы, которые все-таки показывают, что именно крио, операция крио-лабиринт демонстрирует и лучшие результаты, и меньшее количество осложнений. Мы знаем, что при воздействиях возле метрального клапана мы можем повредить огибающую артерию, но применение данной технологии это практически исключает и, соответственно, и трансмуральность повреждений при именно эндокардиальном воздействии для того, чтобы выполнить операцию лабиринт. Это при операциях по коррекции метральной патологии это буквально 6-7 минут дополнительного искусственного кровообращения времени. Если мы выполняем коронарное шунтирование, то необходимость открывать левое предсердие и ушивать его, и также закрывать ушко, но это где-то около 20 минут ИК. Я думаю, любой хирург уже в настоящее время уже будет готов пойти на это вмешательство, тем более мы знаем, что клинические рекомендации со следующего года уже будут иметь статус обязательных, и хотим мы этого или нет, мы будем обязаны лечить фибрилляцию предсердий не только в электрофизиологической, но и в кардиохирургической лаборатории. И в заключение разрешите сказать, что криотехнологии, на мой взгляд, имеют очень большой, неисчерпанный потенциал в лечении фибрилляции предсердий, а то количество криооблаций, которое выполняется в настоящее время, вот тот взрывной рост операций, которые мы видим, недавно была выполнена 500-тысячная операция криооблации легочных вен, буквально за последний год, за неполный последний год, эта цифра уже дошла до миллиона в мире. Большое спасибо всем за внимание. Спасибо большое, Фархат Гусенич, спасибо большое организаторам за приглашение меня. Я хочу начать с того, что ресинхронизирующая терапия и стимуляция проводящей системы это новое направление, в котором москвичи в отделении больницы Давыдовского являются пионерами в России и имплантируют эти устройства наряду с очень небольшим количеством клиник, которые поддержали это направление, которое широко шагает по планете. Начну я с почему вообще появилась стимуляция проводящей системы. Существовала стимуляция, традиционная стимуляция правого желудочка порядка 50 лет, и потом вдруг стали появляться сообщения о том, что это нехорошо. обнаружено было, что десинхрония приводит к ухудшению фракции выброса левого желудочка, снижению сократимости, сердечной недостаточности и прочим отрицательным последствиям. Возникает это при стандартной стимуляции где-то в 10% случаев, может быть, чуть больше. И в связи с этим много лет спустя после появления стандартной стимуляции стали специалисты обращаться к стимуляции проводящей системы. Кроме того, есть же еще целая область десинхронии, которая связана с блокадой левой ножки. Здесь показаны... Давайте... Сейчас я сразу варианты здесь поставлю. А, вот так. Окей. А, все понятно. Во-во. Значит, при отсутствии блокады левой ножки идет распространение по обеим ножкам, а при блокаде левой ножки возникает соответственно... Опа. Да. Но это не очень хорошо работает в моих руках, не хирургических. При блокаде левой ножки второй слева не распространяется по левой ножке возбуждение, и оно либо медленно переходит с правой половины на левую через перегородку, либо еще медленнее при диффузном поражении проводящей системы. Дальше посредине значит, это вот там complicated CRT стимулируется электрод в коронарном синусе, и он восполняет вот эту недостаточность проведения по левой ножке, а при нарушении проведения в области электрода это замедление проведения возникает, и тогда неполная компенсация или при диффузном поражении проводящей системы то же самое. То есть, это вот ограничение традиционной CRT при блокаде левой ножки. То есть, имеется, во-первых, есть группа пациентов со стандартной стимуляцией, у которых возникает десинхрония, и соответственно, стимуляция правого желудочка приводит к снижению фракции выброса левого желудочка и сердечной недостаточности. Кроме того, есть группа пациентов с блокадой левой ножки, у которых десинхрония тоже приводит к таким же отрицательным последствиям. Кроме того, есть неответчики на традиционную CRT, то есть, даже мы попробовали скомпенсировать блокаду левой ножки, но все равно не можем этого сделать. Кроме того, если вы вспомните ранние исследования по CRT, там был довольно большой процент неответчиков в связи с высоким эффектом плацебо. Вот. А кроме этого, есть еще и целая группа пациентов, у которых снижена фракция выброса, имеются блокады первой степени проведения, и, соответственно, при традиционной стимуляции правого желудочка возникнут те же самые отрицательные последствия. Вот это вот группы пациентов, которых напрямую приложима стимуляция проводящей системы. В связи с этим я хочу опять обратиться к истории. Каждую лекцию по проводящей системе я начинаю вспоминая моего уже, к сожалению, ныне покойного коллегу доктора Бернарда Казовского, который в 68-м году на собаках провел прямую стимуляцию пучка ГИСа и показал, что гемодинамически она намного более выгодна, чем стимуляция правого желудочка. Ну, как известно, все новое, это хорошо забытое, старое, и прошло, в общем-то, больше 40 лет, прежде чем об этом вспомнили. вспомнили и стали стимулировать в первую очередь пучок ГИСа, как такую понятную мишень. Редкий случай, патологоанатомическая картинка, к сожалению, и в данном случае попробую еще раз пока. Да. Не могу я справиться с этой штукой. Слева показан электрод, имплантированный в пучок ГИСа, значит, то, что там написано DHBP, это вот прямой электрод просто поставлен в пучок ГИСа, RV, это электрод в правом желудочке, RA в правом предсердии, и показан еще коронарный синус в качестве анатомической ориентации. А на правой половине слайда подсвечена аорта, корень аорты, и видно, что вот этот электрод пучка ГИСа находится, в общем-то, на противоположной стороне некоронарного синуса аорты. Вот так вот выглядит эта прямая стимуляция пучка ГИСа. Так выглядит электрокардиограмма при стимуляции пучка ГИСа. Это вот селективный вариант стимуляции, когда комплекс КРС абсолютно не уширен и соответствует нормальному комплексу КРС у данного больного. При этом наблюдается короткий изоэлектрический интервал между электростимулом и комплексом КРС, и тут померен еще комплекс КРС, который узкий, не уширенный. Ну, вот такая идеальная красивая электрокардиографическая картина. Неселективная стимуляция, которая, как выяснилось, гемодинамически не отличается от селективной, немного уширенный комплекс КРС с наличием дельта волны перед ним за счет частичного захвата миокарда желудочков. И самая интересная этого часть этой истории это коррекция блокады левой ножки почка ГИСа с помощью стимуляции проводящей системы. Удивительно, когда наблюдаешь это в клинической практике, как же можно скорректировать блокаду левой ножки. Как выяснилось, можно. Есть несколько теорий, это объясняющих, я не буду вдаваться в подробности в связи с коротким временем лекции, но слева на слайде вы видите полную коррекцию блокады левой ножки почка ГИСа за счет стимуляции почка ГИСа напрямую, а в правой части слайда, когда уменьшается величина электрического импульса коррекция блокады левой ножки исчезает. То есть, в принципе, практически возможно в электрофизиологической лаборатории с помощью стимулятора скорректировать полную блокаду левой ножки почка ГИСа. В связи с этим естественно энтузиасты стали пытаться использовать стимуляцию почка ГИСа в качестве альтернативы традиционной СИАРТИ с имплантацией электрода в коронарный синус. И вот появился целый ряд работ небольших работ где-то по 50 по 60 пациентов в данном случае тут тоже небольшие группы и было показано значит вот на слайде видно имплантации электродов пучок ГИСа там вот в правом верхнем углу и стоит дефибрилляционный электрод и было показано что в принципе это можно достичь как минимум таких же результатов как и при СИАРТИ к сожалению у целого ряда пациентов возникают трудности потому что либо невозможно найти точку для коррекции либо высокий порог либо порог возрастает в будущем и поэтому вот эти работы уперлись как бы вот в эти трудности в то что не всегда возможно скорректировать или электрофизиологические параметры не удовлетворительны и поэтому ну я продемонстрирую как это выглядит в электрофизиологической лаборатории это больной из исследования значит тут показана блокада левой ножки пачкагиса и да никак не получается желтые линии это электрод в коронарном синусе если вы посмотрите на широкий комплекс КОРС при блокаде левой ножки пачкагиса то коронарный синус который отражает возбуждение боковой стенки левого желудочка боковая стенка возбуждается очень поздно вот это вот расстояние которое померено красными линиями оно отражает задержку в боковой стенке левого желудочка боковая стенка возбуждается поздно это вот электрофизиологическое отражение десинхронии чего же можно добиться с помощью стимуляции пачкагиса здесь показана стимуляция пачкагиса электрод имплантирован В пучок ГИСа. И вот это расстояние, это время до активации боковой стенки левого желудочка намного сократилось. На правой половине слайда вот эти желтые сигналы, до которых померено расстояние красной линии, намного ближе. То есть мы скорректировали десинхронию полностью. Комплекс QRS узкий. Но, как я уже говорил, это довольно сложно и пороги высокие. Поэтому появилась новая такая история, прямая стимуляция левой ножки. И на следующем слайде у аналогичного больного показана коррекция десинхронии с помощью стимуляции левой ножки. Вам придется взять на веру мои слова, что вот это время активации, оно здесь померено, но я не могу лазерной указкой показать, просто оно чуть-чуть лучше, хуже. На 20-30 миллисекунд левый желудочек бокового стенка запаздывает по сравнению со стимуляцией пучка ГИСа. То есть почти такая же хорошая коррекция десинхронии, но может быть чуть-чуть хуже. Но, как я и говорил, стимуляция пучка ГИСа имеет свои трудности. Почему же она не заменит CRT? Ну, в первую очередь, потому что непредсказуемость коррекции, включая то, что не всегда можно найти место, где можно скорректировать эту блокаду. Во-вторых, как я уже упомянул, высокие пороги и возможность их дальнейшего увеличения в будущем, которое, в общем-то, непредсказуемо. И электрокардиографически часто возникают трудности с оценкой полной коррекции. В связи с этим появилась вот такая новая тема, как прямая стимуляция области левой ножки пучка ГИСа. И это вот электрокардиограмма при имплантации электрода в область левой ножки. Это рентгенографическая картина и контрастирование перегородки. Значит, левая ножка, очень коротко, напомню, находится эндокардиально в перегородке, ближе к левой, естественно, на эндокардиальной поверхности левого желудочка. Поэтому электрод имплантируется через перегородку с правой стороны сердца глубоко в перегородку. И вот на контрастировании, которое показано слева, видно, что кончик электрода глубоко имплантирован в перегородку, достигая области левой ножки. Это вот показано продвижение электрода во время имплантации. Видно, что его кончик, в общем-то, при вращении электрода глубоко завинчивается в перегородку. Это стимуляция. Здесь мы меряем так называемое время пиковой активации. Комплекс КРС узкий. И вот параметры эти свидетельствуют об активации проводящей системы. И еще одно наблюдение. Довольно часто можно регистрировать напрямую сигнал от левой ножки почкогиса. Вот он, вот этот вот маленький-маленький. Наконец-то я попал. Это вот сигнал от левой ножки почкогиса. То есть электрод имплантирован просто в близости левой ножки почкогиса. Сейчас попробуем это проиграть. Да, вот здесь показано контрастирование. Это такой очень демонстративный пациент. Видно, как глубоко имплантирован этот электрод. И контраст показывает и правую половину перегородки, и часть верхушки правого желудочка. И кончик электрода имплантирован примерно на 11 мм. Потому что мы знаем расстояние от кончика электрода до кольцевого электрода. То есть это довольно глубоко в перегородке. Появляется целый ряд работы. Так же, как и со стимуляцией почкогиса. Сначала это были относительно небольшие исследования. В данном случае 50-60 пациентов тоже. И в этом исследовании показано, что прекрасный ответ. Ответ сравнили стандартную CRT и стимуляцию левой ножки. Ответ гемодинамический хороший, клинический хороший. Очень сравнимые показатели. И даже пороги стимуляции, конечно, лучше, чем при стандартной CRT. Вот эта нижняя часть слайда показывает здесь пороги при стимуляции левой ножки намного ниже, чем при стимуляции CRT. И сравнимые показатели импеданса и другие. Появляются работы, сравнивающие стимуляцию области левой ножки с стандартной CRT тоже. И в этих работах выявляется целый ряд неожиданных осложнений. В данном случае показана перфорация левого желудочка. То есть электрод слишком глубоко попал. И вот на эхокардиографической картине красной стрелкой показана электрод в полости левого желудочка. К сожалению, такое может бывать. Вот случай из нашей клинической практики. Это в день имплантации больной, видите, стоит тавр. И электрод довольно глубоко имплантирован в перегородку, потому что даже кольцевой электрод уже внутри. К сожалению, на следующий день вот такая вот картина у больного, когда электрод уже оказался в полости левого желудочка. Но, к счастью, это бывает довольно редко. Это вот уже опыт на 532 пациентах. Тоже опять показано замечательное улучшение гемодинамических параметров и хорошие пороги захвата. И вот эти вот осложнения. То есть вот эти неожиданные осложнения бывают, к счастью, довольно редко. В данной большой группе, там уже 500 пациентов, осложнения перфорации асептальная была всего лишь у двух больных. И очень редкое тоже осложнение. Случайная пункция артериальной веточки внутри перегородки тоже редко. Но бывает. Вот эти вот новые осложнения появились. Много всяких исследований идет в настоящее время. Одно из исследований, которое удлиняет, увеличивает показания к этому методу, это так называемый LOD-CRT. Что же это такое? Значит, это оптимизированное CRT с помощью стимуляции левой ножки. В это исследование включены больные с CRT, которые были неответчиками. И им имплантируется электрод в область левой ножки. И показано, что у них улучшаются гемодинамические показатели. Фракция выброса выросла. И улучшается, естественно, комплекс QRS становится уже. То есть, есть роль не только прямой изначальной терапии, но и терапии в добавлении к традиционной CRT. Метод новый. В нашей практике я практически не имплантирую стандартных электродов в правый желудочек. В городе Бостоне несколько клиник соревнуются с нами, но, может быть, не в таком проценте случаев имплантируют эти устройства. По Америке довольно много центров с энтузиазмом внедряют эту новую форму терапии. Но на настоящий момент этот метод лечения только частично прошел уже в рекомендации. Например, в американских рекомендациях стимуляция проводящей системы, в частности почка ГИСа, показана как альтернатива CRT при наличии дисфункции левого желудочка или же при ожидании высокого процента стимуляции правого желудочка. В европейских рекомендациях по лечению суправентрикулярной тахикардии они примерно так же осторожны в этом плане, то есть как альтернатива CRT. А в европейских рекомендациях по стимуляции они еще более осторожны. Они рекомендуют, европейцы рекомендуют стимуляцию проводящей системы при неудаче CRT. В этих же самых европейских рекомендациях небольшое место уделено вот этой вот новой области стимуляции левой ножки. И тут, вот я просто обвел на слайде, они говорят о том, что это новое направление, мы мало чего о нем знаем, оно перспективное, оно требует дальнейших исследований. Вот это вот на сегодняшний момент заключение европейских рекомендаций. И я хочу закончить свое выступление просто вот просуммировав то, о чем мы говорили, что хроническая стимуляция правого желудочка приводит к снижению функции левого желудочка примерно в 10% случаев. И это является основанием искать альтернативные методы стимуляции. CRT на сегодняшний день является общепризнанным методом лечения застойной сердечной недостаточности. И известно, что оно приводит к лечению, к улучшению клиническому и функциональному. Но при этом, как я упомянул, в ранних исследованиях 50% ответа было плацебо. И недостатки CRT мы с вами коротко тоже обсудили. Таким образом возникла вот эта вот гисиальная стимуляция, как метод оптимальной ресинхронизации. Она выполнима очень высокого процента больных, но технически может быть связана с высокими порогами и с какими-то еще долгосрочными осложнениями, которые мы также обсудили. Поэтому, вот например, у 50% больных с блокадой левой ножки она выполнима, а у большой части невыполнима или приводит к высоким порогам. В связи с этим появилась стимуляция области левой ножки уже, потому что есть вот эти лимитирующие факторы стимуляции пучка гиса. Так, и почему-то у меня последний слайд не показывается. Но на последнем слайде уже окончание этих заключений. Это то, что стимуляция области левой ножки возникла как альтернатива стимуляции пучка гиса, поскольку есть технические сложности со стимуляцией гиса. Стимуляция области левой ножки технически проще. многообещающая, но требует выполнения больших исследований для того, чтобы подтвердить ее клиническую эффективность. Спасибо. Благодарю за внимание. Я сегодня хотел прочитать доклад по поводу кардионейрооблации. Это новое наше слово, когда мы можем воздействовать на вегетативную нервную систему при нарушениях ритма и проводимости сердца. И основная наша проблема в том, что мы очень много имплантируем электрокардиостимуляторов, на мой взгляд, не по показаниям. И если взять вот Россию, мы имплантируем около 40 тысяч таких приборов, в Москве около 3 тысяч приборов в год. Ну и вы знаете уровень осложнений при имплантации электрокардиостимуляторов, и при сменах электрокардиостимуляторов, это и дислокация электродов, это и нагноение ран, и хроническая сердечная недостаточность, опять же, при стимуляции правого желудочка. И необходимость замены ЭКС и при истощении батареи ЭКС в последующем. То есть, если мы имплантируем эти приборы молодым людям, то нам приходится неоднократно по истечении срока службы имплантировать новые приборы. Кроме того, мы имеем достаточно низкую на данный момент диагностическую ценность тех методик, которыми мы пользуемся при постановке таких диагнозов, как синдром слабости синусового узла, в среднем электрофизиологическое исследование дает около 50-60% по имеющимся методам. Приходящие от ревентрикулярной блокады, опять же, непонятен механизм, почему развивается у тех или иных пациентов от ревентрикулярной блокады в основном в ночное время. И очень мало изучены вопросы нейрокардиальных, синкопальных состояний. Вот об этом мы и подробненько так поговорим. Ну, первое, что нам бросилось в глаза, мы в 2000-х годах, Фомир Ашатаевич начинал вот такие вот операции, как изоляция легочных вен по методике Мишеля Гиссагера. И мы заметили, что во время изоляции перед правой верхней легочной веной возникает акселерация ритма. То есть у пациента ритм 50 ударов в минуту, он вырастает до 70-75 ударов в минуту. То есть происходит определенная денервация сердца при проведении вот таких технологий при изоляции легочных вен. И вот эта как раз технология легла в основу первых работ, которые как раз проговаривал и писал профессор Пашон из Бразилии. И вот эту зону они описали как ПИ-зону. И в этой зоне отмечаются как раз фрагментированные потенциалы. И те же самые фрагментированные потенциалы отмечались и в других зонах сердца. И принципиально на эти зоны воздействовали и профессор Джекман известные работы на рефибрилляцию предсердия. И основная проблема, которой мы будем заниматься в последующем по поводу этих кардионейрооблаций, это вагусные формы нарушения ритма сердца. Если вы видите вот на верхнем слайде вот такие вот синусовые аритмии, и приблизительно 10-40% таких синдромов слабости синусового узла, что мы им делаем? Естественно, мы этим пациентам имплантируем электрокардиостимуляторы. Следующая работа АКСУ показала, что приблизительно около 14% пациентов, имеющие вот такие вот приходящие атриовентрикулярные блокады, тоже являются вегетативными формами нарушения ритма и проводимости. Что легло в основу этой? Ну, естественно, нейрокардиальные обмороки, приблизительно 30% нейрокардиальных обмороков, можно компенсировать вот с помощью вот такой вот кардионейрооблации. В чем вообще состоит суть этих кардионейрооблаций? Вы знаете, что вегетативная нервная система имеет симпатические и парасимпатические окончания. Если говорить о симпатических окончаниях, то вот они представлены вот на данном рисунке, они имеют длинные достаточно окончания в сторону сердца. И такие работы как раз посвящены профессорам Шварцам, который воздействовал на эту нервную систему. Если вы читали его работы, изоляция происходила звездочного ганглия при синдромах удлиненного КУТЭ-интервала. Но одна была проблема в длительности этих воздействий, потому что через 4-5 лет нервные окончания вырастали, и снова все возвращалось на круги свое. Однако другая совершенно история с парасимпатической нервной системой. Вы видите, что окончания в этом случае достаточно короткие, то есть они лежат очень близко к миокарду левого предсердия. Вот вы видите, они лежат вокруг левого предсердия. Основной плексальный лежит перед аортой и верхней полой веной. Про плексус, который лежит перед правой верхней легочной веной, я только что рассказывал, там как раз возникала акселерация ритма. И наоборот, асистолия возникала при воздействии в области левых легочных вен. Ну и еще один плексус расположен в устье коронарного синуса. Он как раз отвечает за проведение по атриовентрикулярному узлу. И вот такой важный вопрос, каким образом нам картировать эти структуры. И второй вопрос, каким образом оценивать то, что мы сделали на оперативном вмешательстве. И третий вопрос, как долго это будет действовать. Ну вот работа АКСУ показывает, что в течение четырех лет эффект от таких воздействий достаточно долгосрочный. В конце я тоже покажу работу нашу. Мы за одним нашим пациентом смотрим уже более пяти лет. Ну и первая работа, которая была опубликована в мире в 2005 году профессором Пашоном. Его коллега из Бразилии, Моуди Цёскановака. Ну и соответственно этим достаточно активно занимается в Китае. Это Ян Яо, который тоже вместе с вышеупомянутыми профессорами говорили об этом. То, что касается нашей страны, то одним из пионеров в этой области является Евгений Анатольевич Покушалов из Новосибирского центра. Однако его работа была немножко в другом ключе направлена. И первые такие работы были в 2007 году, когда он пытался найти новую методику для лечения фибрилляции предсердий. И воздействовал на вот эти гонглионарные структуры. То, что видно в принципе и в работах Суна, и в работах профессора Покушалова. Принципиально одни и те же зоны воздействия на эти плексальные воздействия. И в более поздних работах вместе с профессором Катритисом они показали, если воздействует и делать изоляцию легочных вен, и дополнительно воздействует на плексальные структуры, то эффективность лечения фибрилляции предсердий возрастает достаточно хорошо. Порядка 74% при 60% эффективности только лишь изоляции легочных вен. И отдельно вот эти GP, так называемая аблация, показали достаточно маленький процент успеха у этих пациентов. Но, тем не менее, история, старт был дан. И вот одно из показаний, как можно картировать эти нервные плексусы по спектральному анализу по этим кафе, то есть по этим фрагментированным компонентам. Третий момент. Можно стимулировать область нервосовагуса и с помощью него смотреть, где находятся эти пациенты. Очень важный вопрос для кардионейрооблации – это селекция или тщательный отбор пациентов на кардионейрооблацию. Вы видите, достаточно подробная схема была описана, эти кардионейрооблации, в работе АКСУ. И вот эта селекция этих пациентов, она вошла в новые рекомендации по стимуляции при синдромах слабости нервосового узла, вышедшей в этом году на Европейском конгрессе кардиологов. По селекции этих пациентов видно, например, у пациента с отревентрикулярной блокадой, что из 240 пациентов, отправленных в клинику, только лишь 31 пациент были направлены на вот эту кардионейрооблацию. То есть обязательно нужно знать. Второй вопрос – это рекомендации, по которым мы действуем. Если у пациента имеется фибрилляция предсердий, то первыми об этом начали говорить в 2017 году в американских рекомендациях, и тогда обсуждали как раз синдром тахибрадикардии, что целесообразно провести у такого рода больных радиочастотное воздействие, а не ставить электрокардиостимулятор. Дальше, больше, да, и показания КФИ у пациентов, имеющих различные синкопальные состояния, и обязательно нужно иметь доказательную базу, что это именно синкопальные состояния, связанные с бардикардией перед имплантацией электрокардиостимуляторов. Это очень важный момент, так как много пациентов, которым мы ставим электрокардиостимулятор, раньше мы обсуждали, что пауза должна быть 3 секунды или более, сейчас обсуждается, что это только лишь симптомные пациенты, да, симптомные пациенты имеют право иметь паузы до 6 секунд. И об этом, пожалуйста, не нужно забывать. И, соответственно, рефлекторные обмороки, да, приблизительно половина этих рефлекторных обмороков имеет кардиоингибиторный характер. И по описаниям наших американских и канадских исследователей, пауза ритма от 30 до 90 секунд, они даже при этой ситуации пациенты остаются живыми, то есть они имеют достаточно такой неплохой прогноз при возникновении вот таких пауз, длительных пауз ритма, при рефлексогенных вот таких вот обмороках, да. И опять же мы повторим, что симптомные паузы более 3 секунд на данный момент и асимптомные паузы более 6 секунд является на данный момент показанием для электрокардиостимуляции. Соответственно, то, что мы говорили, местовое действие по описанию Морица-Скановака и дальше технологии выполнения процедуры, да. Сколько мы должны делать, где мы должны делаться, должны ли мы изолировать все ганглионарные плексы, то есть брать биотреальный подход, либо изолировать только правопредсердные ганглии, так как многие из хирургов очень боятся этой трансептальной пункции, либо делать последовательную изоляцию близлежащих ганглиев. Я думаю, что в ближайшие годы мы как раз должны ответить на все эти вопросы. Ну и, соответственно, интраоперационная и послеоперационная оценка эффективности координира аблации. Вот видите, одна из первых работ Морица-Скановака, которая показывала, что изменяются параметры и Эйч-интервала, они как раз показывают ПК-интервал, то есть уменьшается ПК-интервал у этих пациентов, которым делается координира аблации. Ну и наши данные, которые мы брали у 60 пациентов, имеющие паузу и ритму более 3 секунд, мы увидели, что после воздействия на ганглионарные структуры видоизменяются электрофизиологические свойства. На 14% улучшается проведение по атриментрикулярному узлу, частота сокращения увеличивается на 20%, то есть мы достаточно эффективно воздействуем на эти структуры. Второй важный момент – это проведение специфических тестов, которые мы можем проводить во время кардионейроаблации. Ну вот бразильская группа, она предложила стимуляцию нервосвагус, она производится в области ягулярной вены. Единственная проблема этой стимуляции – эту стимуляцию нужно проводить с очень высокой амплитудой. Там стимуляция производится с частотой 20 тысяч ударов в минуту и с амплитудой 70 вольт. И пациент должен находиться в очень глубокой седации, так как переносить он это не может. В данном случае показано, что стимуляция вот этого вагуса формировала вот такую вот паузу ритма до процедуры, и вот эта пауза отсутствует после того, как сделана кардионейроаблация. Второй момент – это лекарственные тесты, про атропиновый тест до операции и во время операции мы знаем, аденозиновый тест, который при паузе более 10 секунд является показанием в электрокардиостимуляции. Тоже важный момент, который мы можем провести во время оперативного вмешательства. Ну и, конечно, послеоперационное наше исследование – это холтеровское мониторирование и плантация специальных петлевых регистраторов для того, чтобы мы могли четко показать и доказать, можно ли это сделать. Ну и, наконец, клинические примеры для того, чтобы не быть голословным. Многие из вас, сидящих в зале, которые занимаются холтеровским мониторированием, наверняка виделись вот такого рода пауза ритма на холтеровском мониторе, когда ночью возникает пауза ритма, либо при окончании фибрилляции предсердия возникает вот такая вот пауза ритма, достаточно большая, я имею в виду более 3 секунд пауза. Но одновременно у пациентов имеется и частый ритм на холтере, это одно из проявлений того, что мы имеем вегетативный статус этих пауз ритма. Ну и одна из наших пациентов, которую мы сделали в этом году, на холтеровском мониторе или электрокардиограмме, мы видим вот такую отрывентрикулярную блокаду по типу 2.1, да, и этой пациентке мы привели полную изоляцию всех легочных, то есть так называемую биотреальную изоляцию. Ну и вот на следующий день электрокардиограмма с нормальным ПКО-интервалом пациентка и с нормальным проведением по холтеру. Пока период наблюдения полгода всего лишь, но есть и так называемые у нас длительные пациенты, которых, ну я в данном случае их называю экстремальными пациентами, да, дебют заболевания был в 2016 году, при игре в хоккей он потерял сознание, молодой пациент 43 лет, и вот на холтере, на электрокардиограмме, которую мы сделали, была большая пауза ритма, и на холтере были такие вот экстремальные паузы на фоне трепетания предсердия. 13 секунд, 7 секунд, это были обычные паузы для него, и на фоне синусового ритма тоже наблюдалась отрывентрикулярная блокада. Проблема была в том, что человек приехал к нам из Новосибирска, и категорически и в Новосибирске, и в Москве он отказывался от имплантации электрокардиостимулятора, и вот по витальным показаниям мы ему сделали изоляцию легочных вен, естественно, так как пациент имел фибрилляцию трепетания предсердия, и сделали кардионейрооблацию. Это холтер через два месяца после процедуры, каждые полгода мы получаем холтер у этого пациента, и, наконец, мы через долгое время, в 2021 году, в этом журнале вышел как раз кейс-репорт про этого пациента, мы наблюдаем за этим пациентом по-прежнему, и все-таки будем наблюдать и дальше. Спасибо большое за внимание, это наше подразделение, которое помогает и делает всю эту работу. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ